Всем привет! Сегодня был очень трудный день, но я ожидал, что он будет трудный в плане километража, потому что 457 километров это довольно много, и я не ожидал такого впечатления от Дюн, который я сегодня получил. Какой я сегодня получил опыт, это не знаю, когда ты видишь небоскреб, на который нужно заехать на машине, там еще нужно повернуть вовремя, чтобы она на гребне не осталась, не дай бог отпустил газ, все, все потеряно. Вот у нас так и случилось, мы застряли, час сорок откапывались, очень много времени потеряли, потом было еще два прокола, потому что мы спустили шины, чтобы можно было по песку ехать, потом чуть-чуть заблудились, была проблема с навигацией. В принципе, мы в гонке, не взяли одну точку, получили штраф 20 минут, получим штраф, чем не получили, но получим. Вот, сегодня, конечно, расстроены результатом, но, в принципе, колоссальный опыт получил, я доволен, что мы в гонке остались, поэтому завтра снова в бой. А что это происходит? Показать и угадать? Здесь вот эта гидронога, которая, она стоит вертикально и опирается на песок, то есть поднимает машину, но когда машина стояла на склоне, она согнулась, вот видно, да, то есть машина поползла, ногу согнули, поэтому пришлось заглушить, она связана с рулевым управлением, если теряешь гидравлику, то теряешь и рулевое, а там на песках, если бы потеряли полностью рулевое, все, никто бы никуда не поехал. Ну, финишировали мы практически уже в сумерках, вот уже все, солнце ссадилось, очень быстро темнеет, но, слава Богу, все хорошо, мы в гонке, и мы верим, что мы должны добраться до финиша. А это первый опыт в таких вот песках? Таких песков я никогда в жизни не видел. Дюны, когда, ну, первые, они по категориям ездят, первые, вторые, третьи. Вот сегодня пару штук было третьих, Андрей сказал, но это просто космос, я говорю, я не ожидал такого. Я говорю, что это огромная гора песка, на которую нужно зайти под определенным углом, 45 градусов, чтобы, когда переваливаешься, повернуть руль вправо или влево, чтобы ты не попал. А два съезда было, которые, ну, они прописаны были, там, три воспитательных знака, спрыжка, с дюны. То есть подход к ней вроде нормальный, но потом, когда начинаешь ехать вниз, Андрей говорит, вот, ужаснись, посмотри вниз. Реально просто капец, это вот такая ответственная стена. А так скольки этажный дом, например? Ну, не знаю, там, этажей, наверное, 12 точно. То есть это просто кошмар.